так ну что погнали четвертый билетик перезалив сколько полос движение имеет проезжая часть 2 ну вот разделены полосами 1 и 2 на две полосы эти знаки предупреждают вас о том что на расстоянии но сам знак за городом предупреждает о там чем-то за 150 300 метров а стрелочки показывают протяженность то есть о том что на расстоянии 150 300 метров за дорожным знаком начинается участок дороги протяжен сейчас какой из указанных знаков распространять свои действия только на ту полосу над которой он установлен ну понятно что вот это знак со стрелочкой вниз который просто указывает на полосу только вы буксируете неисправный автомобиль по какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте только по правой в населенном пункте что значит разметка в виде надписи стоп на проезжей части тут я путаюсь предупреждает то приближение к стоп линии знаку движения без остановки запрещено каким транспортным средством назначено движение прямо 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 ну прямо только к грузовому автомобилю только грузовому автомобилю легковому только налево этому самому автобусу запрещено вы намерены продолжить движение по главной дороге обязаны ли вы при этом включить указатель права порта ну да вот главная дорога поворачивает на право поэтому обязаны кто должен вступить дорогу у вас или легкового автомобиля поскольку он двигается по полосе разгона он должен будет перестану в общем он должен будет перестраиваться кто перестраивается тут и уступает так вам можно выполнить разворот но при отсутствии знаков разметки другой только по траектории b и только по какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте если по техническим причинам транспортное средство не может развивать скорость более 40 километров в час только по крайней правой разрешено ли вам обогнать мотоцикл разрешено мы двигаемся по главной дороге неравноправо на перекресток неравноценных дорог разрешать ли вам установка для посадки пассажира разрешается если при этом не будет созданные помехи для движения маршрутных транспортных средств вы намерены проехать перекресток прямо ваши действия так но мы должны по правилу уступить дорогу грузовому автомобилю плюс дпс с включенным проблесковым маячками и звуковым сигналом тоже всегда уступаем то есть уступите дорогу обоим транспортным средством ой не понял ой да да конечно на самом деле грузовик должен нам уступать дорогу потому что мы для него подождите не понял да да он нам должен уступать дорогу потому что мы едем прямо он поворачивает короче ошибся кому вы должны уступить дорогу при повороте направо всем пешеходам как вам следует поступить при выполнении разворота так но грузовик на второстепенной дороге он нам уступает а легковая легковой автомобиль он ну при повороте налево в общем мы ему уступаем потому что он для нас будет помехать справа дорогу только легковому автомобилю какие из перечисленных действий запрещено видеть транспортных средств я тебя не понял так ну сквозное сдвижение да учебная езда да стоянка с работающим двигателем да все перечисленные действия да на какое расстояние должно быть обеспечено какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим буксируем транспортным средством при буксировке на жесткой сцепке не более четырех метров в каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства так загрязнены внешние стены прибора нет регулировка фар не соответствует установить требованиям нет на световых приборах используются рассеивающие рассеиватели и лампа не соответствующий типу данного светового прибора нет на транспортном средстве спереди установлен световые приборы с огнями оранжевого цвета да вот с этим можно что следует предпринимать водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге что следует предпринять водителю для предотвращения немножко затупил опасных последствий занос автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге быстро и плавно повернуть рулевое колесо в сторону занос затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля до сцепления выключать не надо нажать на педаль тормоза как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации основание ладони руки накладываются линии грудной клетки на два пальца выше мячевидного отростка вторую руку накладывают сверху пальцы берутся в замок руки выпрямляют локтевых всталок большие пальцы рук указывают указывают на подбородок и живот надавлены должны произвести без резких движений да вот так